...обучение, которое меня заинтересовали, которое я имел честь увидеть. Два дня я туда ходил днем на несколько занятий по приглашению Министерства образования. Первый день был посвящен астрономии. Дело в том, что я, конечно, помню, я учился в 90-е годы, у нас была астрономия, но она преподавалась довольно скучно, скажем так, и именно из уроков астрономии я мало что помню, тем более это были последние классы еще тогда. То есть все мои знания об астрономии, они получены мной самостоятельно, уже позже, и не имеют отношения к тому школьному образованию, но дело-то обстояло еще хуже. Дело в том, что после 90-х был большой провал, когда астрономии вообще в школе не было, и это довольно странно, учитывая, что эта наука сегодня одна из передовых. Ну вот, с 2017 года астрономия вернулась все-таки в школы, и сегодня, вот, например, на примере лицея 48 я наблюдал, в общем, как проходят эти занятия, причем тут, конечно, на выбор школы, но, допустим, в лицее выбор аминокласса, где будет преподаваться астрономия, был распределен на разные категории возрастные, скажем так. То есть это не только старшеклассники, но, начиная с первого класса, дети уже знакомятся с астрономией. Ну, в частности, первоклассники, например, уже изучают, в общем-то, солнечную систему, какие основные планеты есть, что представляет собой Солнце, галактики, то есть такие вещи они уже знают с первого класса, эти дети их учат, и устроено все так, что это как игра идет, то есть они делятся на группы, они там что-то выясняют, ну, как между собой там советуются, они разные созвездия изучают, наклеивают это все на такие вот бумажные листы, и потом выступают с этими, как с докладами, с этими наклейками созвездий. В общем-то, идет какая-то такая групповое обучение, в котором выступают лидеры определенные, там, каждый имеет свое слово, он должен высказать, то есть это такая групповая обучение, работа в команде, скажем так, проходит. Это как бы очень мне понравилось, в том плане, что это дает детям возможность самовыражаться, не стесняться именно выражать свое мнение, думать именно, какие-то умозаключения делать. Это очень полезный, в общем-то, стиль такой обучения, не зубрежка. Одиннадцатый класс, это вообще очень круто, там физико-химическое направление, но постольку-постольку эти дети уже на определенном этапе, возрастном их определяют по профориентации, они уже в специализированные классы начинают учиться, и вот астрономия попадает в физико-химический класс, вот, допустим, в одиннадцатом, они уже вычисляют, ну, допустим, солнечную активность по разным спутниковым снимкам разных лет. И это довольно сложно и, на самом деле, очень круто. То есть эти дети будут потом востребованы. Дальше они могут пойти в свои, именно по астрономии, как бы специализироваться дальше, и они все замотивированы очень, они готовы решать более сложные задачи, они хотят это делать с удовольствием, это видно искренне в них. И они понимают, что, в принципе, на их век придутся многие открытия, которые могут сделать и они, в том числе, если будут стараться и дальше. Но в старших классах работает такой принцип гибкого урока, то есть есть какая-то программа, которую разрабатывают учители индивидуально, учеников, но при этом сами ученики, вот, допустим, они смотрят что-то на Ютьюбе, интересно находят, там, зарубежные, может, какие-то там, каких-нибудь научных популяризаторов астрономии, они сообщают учителю об этом, что есть интересный там ролик, и учитель, в общем-то, смотрит его и может включать, уже достаточно быстро включить его в программу обучения. То есть это гибкая работа вместе с учитель-ученик на таком уровне. А второй день был посвящен шахматам, как неудивительно, но эта игра, она имеет достаточно высокую востребованность и популярность вообще в мире, это в разных школах, в университетах, во многом эта игра используется, ей уделяется внеурочное время, и здесь, допустим, в данном случае, в этой школе она представлена довольно серьезно, потому что школа работает в Академии шахмат, куда дети поступают, в общем-то, уже в дошкольном возрасте. И потом, переходя в школу, они уже знают, в общем-то, принципы игры. Ну, то есть если я наблюдал, допустим, первые классы, эти младшеклассники, они знают всех этих гроссмейстеров мировых, мирового уровня, победителей разных соревнований, они участвуют в соревнованиях, в олимпиадах, то есть там у них такая форма обучения, когда на экране появляются шахматы, ну, какая-то партия, и им нужно было в один или в два хода поставить шах и мат, или, допустим, патовую ситуацию. Только появляется на экране вот эта комбинация, в общем-то, ты еще ничего не успеваешь сообразить, они уже тянут руки и уже готовы отвечать. И готовы решать даже более серьезные задачи, они не очень-таки боятся этого. В общем, у них при этом, кроме урока, который там проходит внеурочный, да, там раз или два неделю, но они играют, у них, допустим, они в коридорах стоят, эти шахматы прямо с секундомером, они могут поиграть, и действительно, дети даже расстраивались, когда им говорили, что вы можете поиграть, но только на перемене, в общем-то, они хотели больше времени уделить игре. То есть они действительно увлечены игрой, это развивает логику, это помогает, в общем-то, в обучении дальнейшем. И хотелось бы отметить, что и астрономия, и шахматы, в данном случае, это не только с работой с учениками, но и с учителями, это огромный обмен опытом. В школе постоянно проходят курсы, что-то вроде повышения квалификации, такое на постоянной основе, когда собирают этих учителей, и они и по астрономии, и по шахматам учатся пользоваться программным обеспечением современным, разрабатывать методику курсов, соревнований, и при этом использовать сразу же ее в обучении. Ну и делятся, соответственно, опытом, приглашают учителей из других школ. И, в общем-то, я тоже присутствовал на таких мероприятиях, действительно, современный класс, очень хорошо все в этом плане устроено. Так что здесь, получается, сочетается гибкий подход современный и работа с современными технологиями, на этот счет, что вызывает, в общем-то, уважение. И надеюсь, что на таком уровне оно и будет дальше поддерживаться, и не только в образцовых школах, но и в других школах, в общем-то, нашей страны. Вот все, что я хотел с вами поделиться. Пишите в комментариях ваше мнение на что-то в астрономии или шахматы, как у вас жизненный опыт столкнулся с этими вот науками, вас с этой игрой и с этой наукой. Ну и в общем, поделитесь вашими случаями в ваших школах. Все, всем пока.